здравствуйте друзья доброе утро понедельник ед на работу все хорошо вообще надо сказать что я достиг практически своего донышка в потере веса и вот сейчас я ровно 80 кило при росте в сто восемьдесят шесть сантиметров ну и что сказать тут солнышко немножко слепит не удается природе сто восемьдесят шесть сантиметров и неделя последнюю неделю я нахожусь на своем рационе так тут немножко вы теперь видите так хорошо мой салон моего автомобиля да но там сзади какие-то вещи лежат на на сдачу искать в общественные фонды из них вырос они из меня выросли вот и сил много настроение хорошее и даже вот как бы я смотрю что какая-то эластичность все-таки есть в коже стягивается потихонечку искать может быть не поспевая прям так здорово за темпами ухода жира там из-под кожи но тем не менее она довольно неплохо себя ведет я как-то меняю даже прикид паша те вещи которые мне раньше шли вот я раньше любую шляпу мог одеть и мне было классно в любой шляпе ковбойскую там военную какую-нибудь там не знаю папаху вот а сейчас как-то уж торчат торчат и так знаете вот я уже ищу какой-то новый образ знать чтобы не вот очень такое вот раньше я не носила сейчас такой вроде там дед хасан вот но неважно в общем интересно это все интересно какой-то ресурс дополнительный открывается в жизни все-таки вы знаете что с возрастом у нас ресурса меньше и меньше и как бы сказать когда дополнительные появляется это очень здорово у меня такой сейчас подъем невероятные на работе мы перестраиваем школу переделываем ее у меня каждый каждый день какие-то мысли я куда-то несусь какими-то людьми разговариваю какие-то планы вот сегодня ночью я потому что какие-то мысли на меня наехали ну-ка эти камеры чуть поверну может быть вот так чтобы солнышко меньше было вот так может быть так лучше мысли одолевали и вот ну в развитии тех которые есть я неделю назад у меня был такой что случилось я даже не знаю я я не я за ночь вообще глаз не замкнул то есть я в горизонтальном положении там находился в кровать своей но но я не мог заснуть и я думал ну нельзя же так чтобы всю ночь не заснуть и потом я таки встал там 8 утра потому что уже не засыпалась и и думаю ну думаю сейчас рожа будет зеркало смотрю вот как будто я отлично выспался знаете такое невероятное и да и на работу пошел и весь день там просидел и и отлично себя чувствовал комплект но я сознанием понимаю что я не спал вообще не сомкнул глаз вы можете сказать да на этом их дал хорошо хорпака просто не помнит я вам рассказываю у меня часы стоят вот здесь на на тумбочке и они на потолок светит время красненькими такими буковками я поэтому если она спине я я вижу время вот там прямо она светит я я точно говорю без всякого в общем такая интересная жизнь и и я все эти восемь часов у меня генерилось в голове вот так надо сделать это надо сделать то надо сделать и значит какой-то взрыв подъем энергии и я могу сказать что вот у нас команда сейчас в школе всегда практически всегда были какие-то моменты что-то мне надо было что-то не все люди были правильные так скажем вот были более были менее но вот всегда как 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 какие-то были проблемы сейчас у нас просто какая-то сказочная совершенно команда я ну я не знаю я ребят не спрашиваю так ли как ты может может спросить или может там цветы какие-то принести не знаю но во всяком случае я я хочу сказать что никогда такой команды потрясающий у нас не было чтобы вот так вот вот так вот и лариса у нас последнее там добавление к нашей к нашей команде нам на самом деле еще один человек нужен но как бы лариса нашли правда я вот это самое сказал что ищем человека там автоматизация шмотизация там все дела на основном канале повесил и там вот сказать что такого рода объявления никогда не пользуется как какой-то такой большой поддержкой там начинают или глупости какие-нибудь пишут или пишут люди которым сказано что мы не можем но сразу сказано что там то есть обращалась там в десятых человек но они были все из за пределов сша большинство из них кроме того что было из-за пределов сша никак не сталкивалась с тестированием до этого ну то есть я даже не знаю ну как бы на самом деле вот так и бывает вы думаете вот там год вот там далее объявление там 200 резюме пришло ну правда но из них 195 ты вообще люди просто ковровым бомбометанием там рынок покрывает я я насчет 200 тоже не уверен я я могу сказать что вот я давал объявление на крекс листе у нас тут за первые три дня там что-то мусорного там штук 15 и все ну чистый мусор вообще в стельку вообще поэтому трудно сейчас тем более экономика такая трудно людей найти все и друг под раз там проходит несколько дней а волна как-то прошла и вот лариса которая как раз в этот момент ей нужно было там по личным делам взять отпуск свои дела были она несколько месяцев она уволилась из microsoft и поехала в россию там решала свои вопросы потом в отпуск туда-сюда вернулась и это вот там у михаила на бах и она наша а я я-то ее помню с 2006 года очень хорошо то есть она у меня очень-очень запомнилась еще когда студенткой было поэтому я обрадовался вы не поставите как она мне написала вконтакте где-то вот я там интересуюсь и я как и все-все понимаете от меня сверху послали я только запрос туда раз а мне сверху прислали ларису а сейчас нам еще один человек нужен но он не нужен прямо вот сегодня а нам вот мы ларису введем в процесс это занимает некоторое время но может быть маю вот так но к июню к лету да мы уже более менее и запустим и тогда нужно будет можно уже будет еще одного человека подобрать нам поскольку мы как школа сдвигаемся безоговорочно в сторону такой очень серьезная автоматизация то есть у нас раньше автоматизация была как такая присыпочка сверху то есть мы понимали что люди работу с автоматизации не найдут но вот так же как какая-нибудь java в эти вроде она и не нужна там ему но поговорить надо вот да и вот тоже самое автоматизацию конечно кто-то находил безусловно ну я не знаю 10 процентов то есть не предполагалось вот а теперь предполагается теперь очень серьезно будет предполагаться и под это сейчас перестраивается все что мы делаем пока что она перестраивается у меня в голове где-нибудь к началу апреля мы запустим класс для тех кто уже работает и на них отработаем ну то есть люди с опытом в тестировании не совсем новички или совсем не новички вот и дальше мы начнем это тиражировать и в онлайне и в самых разных расписаниях и в самых разных модулях я вот уже сейчас сижу работаю над тем чтобы утвердить там с со штатом да то что мы как лицензированное заведение мы не можем просто так ничего делать вы должны утвердить хотя утверждение чисто формальный процесс так надо просто послать во время и и все вот но ну ну то есть тонкости а не хочу вам голову морочить что дальше происходит и вот в связи с этим очень-очень много дел разных и я просто весь вот дымлюсь радостно дымлюсь то есть мне давно давно не хватало вот такого дыма понимаете чтобы вот и чтобы и складывается все понимаете не не вообще вот там хочется и ты понимаешь что надо бы но не знаешь как и знаешь как и и люди все подошли и вот и вот все вот вот как то вот так хорошо хорошо нас скоро будет не узнать вот и мы мы не будем совсем сворачивать программу ручного тестирования хотя мы ее видоизменим немножко немножко видоизменим то есть видоизменения и и произойдет в том ключе что то автоматизация которые там сейчас изучается вот вот этот модуль там 4 модуль то есть там тестирование просто ну как бы просто имеется ввиду на веб-приложениях мы отрабатываем тестирование на мобильных приложениях потом общий технический такой ликбез html javascript сиквел там и так далее что они все завязаны на разные тоже модули это без этого никак сейчас и и дальше автоматизация четвертый модуль но мы в этой автоматизации пытаемся им показать что-то связанное с кодированием или это пайтон или это руби или это джава и в общем-то процентов 80 отрубаются на довольно ранней стадии ну скажем так на джаве они раньше отрубаются на пайтоне они может быть к середине отрубаются но отрубают и вот конечно есть записи можно практиковать все это замечательно но в прикладном плане мы хотим это сделать более эффективно поэтому там будет автоматизация без кодирования или скажем так практически без кодирования то есть есть возможность есть премьерки готовы которые позволяют это делать поэтому мы лучше дадим им навык практический то есть когда они реально могут прийти что-то сделать чем допустим навык более сложной которым они воспользоваться не мог поэтому так вот да а людей мы как бы разведем по разным группам по разным программам то есть те кто сегодня может после этого всего они пойдут просто на более серьезное что-то а те кто не может вот мы будем сделаем зад сделаем этом эту эту часть более эффективны чтобы они реально могли делать какие-то проектики пусть более простыми инструментами но зато прям пришел сделал и пошел дальше это важно то есть не обязательно делать сложно так скажем а вот вот арбат тот вот ту часть значит мы будем на наращивать и я думаю что знаете вот как учебные заведения я просто для аналогии без претензий вот например стэнфорд или скажем там беркли вот два университета рядом у нас тут вот стэнфорд вот тут а беркли вон там и они очень отличаются если в стэнфорде например бакалавров почти не готовят то есть я не хочу сказать что не готовят но мало и туда очень сложно попасть на бакалавра то например да в основном мастер мастер phd вот это как бы мощь такая идет а беркли при том что там и мастер и phd и все что хочешь но беркли гигантский там там за 20000 хорошо студент вот там очень мощная программа бакалавриата то есть там действительно в большом количестве производят и так далее поэтому мы как бы сдвигаемся концептуально но если можно так со всеми кавычками там и так далее мы сдвигаемся больше из концепции беркли больше в концепцию стэнфорда то есть мы начинаем фокусироваться на более сложных вещах и не лишая возможности тех кто хочет там начать с более низкого старта то есть она и она будет вот но но тем не менее мы мы вот туда сейчас пойдем в эту сторону это вектор такой-то не знать что мы завтра начнем некоторые а вот когда я могу на подключиться я бы я не знаю ну правда не знаю вот мы 1 апреля начнем прогон для тех кто работает ну или не взять на работает но проработал год то есть бывает человек работу потерял или там отпуск там у него не знаю что но годик поработал мы на них отработаем так и дальше начнется тиражирование вот тиражирование пойдет и в онлайн и в какие-то отдельные программы для ну скажем так для начинающих будут программы для тех кто там уже сильно начал но хочет именно автоматизацию будут программы для тех кто хочет начать с нуля но и тестирование ручной и тестирование автоматическое как бы и профессию и автоматизацию и все это в одном флаконе но тогда нам придется более серьезно отбирать потому что если мы его сразу берем на автоматизацию мы хотим и тестирования ручная употреб взять что он не не завалит нам автоматизатор соответственно когда мы сдвигаемся в более такой высокий спектр по требованиям по изучаемому материалу мы превращаемся в гораздо более привлекательное место как организация которая занимается трудоустройством потому что на на тех кто чего-то знает спрос есть знаете то есть у нас и сейчас из школы сколько-то народу забирают но наша способность удовлетворить запросы на тех кто с автоматизацией это 10 процентов от того что у нас спрашивают то есть мы можем там давайте мы можем там скажем две сотни человек в год отдавать на автоматизацию и просто отдавать из школы если они конечно научиться и будут соответствовать и так далее но у нас их так заберут вот даже если их не заберут так то они под на рынке потом будут намного лучше себя чувствовать чем допустим без этого всего поэтому как бы сказать такая синергетическая такая штука получается то есть когда сумма компонентов как бы больше чем вот если их просто сложить так арифметически найти какое-то новое качество возникает и вот я хожу меня все мысли об этом и я так пользуюсь evernote чтобы не не забыть ничего меня всех компьютерах стоит evernote поэтому я куда пришел тут сел и продолжают там какие-то свои записи и так далее я начал протоколировать разговоры то есть мы садимся с кем-то разговаривать я пишу протокол я никогда раньше этого не делал но я теперь дорожу как бы теми мыслями которые по ходу дела возникают и не дай бог не забыть там все то есть как-то я меняюсь это потрясающе потрясающее ощущение когда тебе уже но вот в апреле мне будет до через полтора месяца мне будет 62 и я думаю какой кайф правда вот и ребята как классно в общем такая вот история да я вам так рассказываю я я на самом деле с утра посмотрел новости посмотрел что там есть кроме мерзоты обычной новостной ничего нету я думаю но и всех на хрен вот будем о жизни о хорошей о тех делах которые у нас есть и так далее вот и поговорили слава богу есть о чем поговорить вот мы говорим так на чек зонтиком идет тут интересно так вроде солнечно да надо звонить у него солнце хорошо слева по левую руку так место есть дедушки ну-ка все позанимали ё-моё так идем 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 все друзья весна калифорния и весна у нас тут портнов компьютер school счастливо